Батя одну банку уже говорит, не может. Она ему, давайте, рыгайте, оно должно выходить, все, от вас много зависит, будет спасен ваш сын, все. Но я тоже лох, подходит ко мне, это одна баба яга, а мне надо, короче, ну, за делами уже ждут, короче. Короче, приезжаю, захожу в хату, ну, там, ну, видно сразу, аферистка написана на лице. Всем добрый день, друзья, подписчики, зритель ютуба. Хочу сегодня затронуть такую тему, ну, вспомнил, в принципе, историю из жизни. Когда у людей проблема, да, обращаться начинают во все инстанции, вплоть до гадалок, там, разных бабе-поведей. Чветухи, терологи, мурологи разные. Это просто люди лукаются от безысходности. Так как и в свое время, узнавшие о моей проблеме, мои родители. Мама тоже, ну, лукалась везде, во все двери, где-то, чтобы справиться с проблемой, чтобы найти какую-то помощь. Ну, и тоже, ну, как-то на оболоне попадаем мы к бабушке одной. Ну, не бабушка, а женщина. Мама договаривается за встречу туда-сюда. Там же, как обычно, что-то надо принести, что-то надо дать. Ну, и я же еду туда. Короче, приезжаю, захожу в хату. Ну, там, ну, видно сразу, аферистка написана на лице. Ну, я с уважением к маме, короче, иду на сеанс. И она что-то там чуть-чуть-чупух-пух-пух-пух-пух вокруг меня там что-то льет, кружит, короче, вертит. Какие-то там прибаутки свои рассказывает. Я уже сижу, ты что, думаю, когда это уже все закончится. И такая мне на ухо так монотонна. Ну, вы же, ты же больше никому не ходите, вы никому не ходите. Это вы ко мне пришли, все, вы ко мне и ходите теперь постоянно. Надо, типа, не один сеанс. У вас тут проблема серьезная. Короче, я как услышал. И она маме же начинает сливать, уже там рассказывает, что как. А у них же же построено все. Они вытягивают сначала информацию из тебя, ну, от которой можно отталкиваться. То есть, уже проблема, да, там, например, с наркотиком. Все, сразу тебе казенный дом, столыпинский вагончик. И все, они как под одну дудку. Ну, в оконцовке там она маме говорит, вам еще надо там чуть ли не 10 сеансов. Ну, разводят, короче, на бабки. Я как психанул. Говорю, ты что, мама, это аферистка. А мне надо, короче, ну, за делами уже ждут, короче. Отложили мне. Какие там бабы? Бабы-повитухи. Ты что? Та баба вареная. Говорит, у нее бес селился там. И это. Какой бес? Это все вообще бесовщина. Вот эти все гадания, вот эти все дела. Это не есть нормально. Самая большая проблема, это вот здесь вот, в голове. И мы можем только с нею справиться сами. Поняв себя, поняв, что хотите от жизни. Много больших примеров таких. Вот знакомая женщина, у нее проблемы тоже начались там. Не могла найти себе парня там. Ну, я так вкратце. Туда-сюда. Ну, эти бабские моменты. А подружка ей посоветовала туда-сюда пойти. Я к ней сходила. Она мне... Ну, истечение, просто жизненное истечение обстоятельств. Их подстраивают под вот эти засмысловатые вот этих бабок речи. И все. Оно где-то подошло. Все. И она уже думает, это помогла. Она мне больше никто. Я за другое говорю. Просто, что в это все верить, это дурить самого себя подсознательно. Заниматься собой надо в первую очередь. Это как и духовно. Моральные ценности. Это самое главное. Основная проблема это в людях, которые не хотят принимать свою проблему, а осознавать, что это действительно есть проблема. И с нею бороться другим путем. Все хотят каким-то сказочным способом, образом избавиться от зависимости там или еще от чего-то, от каких-то проблем. Кого-то приворожить, заворожить. Во-первых, это, ну, большой грех. Это раз. Во-вторых, масса примеров, где людей просто обдирают, как липку. Они остаются без ничего. И пропадают эти все терологи, вот эти предсказатели. Я хочу сказать то, что с проблемой надо бороться, прежде всего, самому. Да, согласен. Самому можно не справиться. Есть хорошие психологи, которые в этом могут помочь. Но ни бабки, ни в коем разе. Да, и прикол из жизни, короче, тоже очередная встреча. Мама, как всегда, ищет. Мама – это самый любимый, дорогой человек, которому ты не можешь отказать, даже если ты сам в это не веришь. Ну, я думаю, каждый так, чтобы мамке было спокойнее, коль она уже так решила, захотела. Село Оленевка под Хвастовым. Две бабы-яги. Короче, в колодец закинули насос, который нагревал воду. Ну, чисто... Ну, из-за своей работы нагревалась вода. И они это подавали, что вот источник теплой воды. Ну, и суть в том, что они выгоняют это все через блювоту. Короче, через рвоту. Ну, все, едем туда-сюда. В эту Оленевку заводят нас. В это стоят такие квадратики бетонные. Посредине квадратиков какие-то колы типа осиновые или я не знаю что. И много людей. И разводят всех по квадратикам, короче, тех туда. Меня с батей в один квадратик. Тех туда. Ну, я тоже лох. Подходит ко мне эта одна баба-яга из этих аферистов. И говорит, слушай, давай рассказываю правду туда-сюда. Ну, я думаю, да ладно, сейчас это самое расскажу, посмотрю, что там получится с этого. А нам говорят, вот берете по банке литровой воды, это источник, он исцеляющий, короче, тут такая аура. Будет вам спасение, будет вам все, что вы попросите и захотите. Только давайте титимити. Ну, короче, расставили нас по этим квадратикам. Ну, это подходит, я ей уже же говорю, так и так. Она, типа, девушек портили. Я говорю, ну, что, ну, было. А что это самое, что употребляете, что-то? Я говорю, ну, да, она аж и много. Ну, я там говорю, да, ну, где-то двадцатка, там, дозняк туда-сюда. Ну, так чисто, в прикол. Она подходит к бате с другой стороны и начинает ему шептать на ухо. А тот же ж не знал, он до последнего не знал и не верил, не мог поверить, что такое может быть, что я где-то соприкоснусь с наркотиком. Сотрю, он на меня сотрит такой, я ему показываю, батя, это я говорю, все, дюйзи, говорю, потом поговорим. Это я говорю, чес. И она ведет, типа, идемте, вот, с источника, сейчас будем очищать. Ну, и, короче, взялись за батю. А батя у меня здоровый такой мужик был. Ну, есть сейчас, короче, дай бог ему здоровья. Она ему литровую банку этой воды теплой, тут бум-бум-бум, рыгать, а у меня у батя рвотного рефлекса нету, в плане того, что он даже, когда перепьет или шо, для него вырвать это очень тяжело, короче, проблематично. она ему, эту литровую банку этой теплой воды, они там ее так рекламируют, что она там, ты шо, источник, аж подает энергию всевышний. Ну, короче, там такая реклама, что ты шо, самовнушение. Батя одну банку уже не может, она ему, давайте, рыгайте, оно должно выходить, все, от вас много зависит, будет спасен ваш сын, все. Батя говорит, да я не могу, она ему вторую банку, тут уже начал бегать, ну, полный желудок воды, что-то там у него вышло, она, о, пошло, давайте по спине ему, водит, ты шо, сотрел сбоку, кум вообще умирает, ну, как, ну, не демонстративно, вижу, так куртку натянул, смеется, сестра тоже с этим, с зятем, вообще, офигевший, не знают, куда попали, что творится, ну, мы первый раз столкнулись, короче, с такой, этой самой, ситуацией, ну, и в оконцовке, короче, все эти дела, выходит, выходит, все, типа, а когда он начинает вылетать с тебя, о, смотри, вот это то вышло, вот это то, ты шо, я уже не мог дождаться, когда это все представление закончится, короче, это все закончилось, мы приехали домой, все дружно посмеялись, да, как бы это смешно и грустно не было, когда у людей проблемы, они лукаются везде, то я хочу вам сказать, что это самое последнее, вообще не стоит обращаться вот к таким людям, которые там могут помочь, помочь можете только вы сами себе, вы у меня можете, да, там не можете, а спрашивали там, что ты употреблял там, или шо тебе там подтолкнуло, я просто застал такое время, когда это было легкодоступно, это было модно, какие-то гаврики там левые, не могли себе позволить, ну, там не впускали, не это, я был вхож везде, и поэтому везде там выдавали этого наркотика, но это все до поры до времени, и я хочу сказать одно, что не все так хорошо и у меня, я осознаю это и признаю эту проблему, во-первых, очень расшатана психика, нервной системы практически нету, ты заводишься с полуоборота, я просто вижу, где-то какими-то моментами, я просто за своих там, ну, на нерве, ну, страдают близкие из-за этого, поэтому я говорю, это прежде всего работа над самим собой, и она корпулезная, это не месяц, не два, ты каждый день просыпаешься, и работаешь над собой, легкого ничего не бывает, тем более всегда за кайф приходится платить, и, к сожалению, мы платим за это своим здоровьем, поэтому рекомендую всем, кто нравится бросать эту дрянь, это не модно, модно учиться, модно знать языки, вот это все ауе, и вот эта вся движуха, это все временная романтика, не успеваешь оглянуться, сзади никого нет, вот и все, и жизнь пролетела, поэтому складывайте правильно свою жизнь, избегайте изначально от таких проблем, но если они у вас есть, то боритесь с ними, боритесь до последнего, не опускайте руки, я каждому желаю в этой жизни, чтобы все сложилось, как бы печально и сложно в этой жизни не было, надо выкарабкиваться, выбираться с этого, я стараюсь где-то показывать, знаете, пример, но, к сожалению, большая часть зрителя не воспринимают это все, поэтому, ну, я не показываю семью свою, не показываю ребенка, дабы себя где-то оберечь, остеречь от вот этих злых языков и разговоров, как бы там оно не было, это неприятно, поэтому, друзья, берегите себя, берегите родных своих, бросайте вредные привычки, до добра они не доводят, всем здоровья, обнимаю, целую крепко, да, и скажу так, что, я прошу прощения, что не так часто записываю видео, потому как у меня, ну, очень мало свободного времени, с работы прихожу очень уставший, но, я буду стараться где-то что-то записывать, я про вас не забываю, главное, вы не забывайте про меня, и обязательно подписывайтесь на канал Толя Солома, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, тринь-тинь-тинь, или вот тут, или вот тута, и все будет нормально, морфу-то, всем добра, и крепкого здоровья, и мира, самое главное, в душе, и в миру.